Флор-де-Ламар 400-тонная каракка, гордость 4-й португальской армады. К этому моменту это был самый большой корабль, который Португалия когда-либо строила. Во время своего первого плавания он прошел весь путь до Индии под командованием Эштевана Дагамы. Теперь им командовал родственник Эштевана, адмирал Васко Дагама. Васко Дагама вернулся в Индию, чтобы утвердить господство своего короля над торговлей в Индийском океане. При этом он оставил за собой след из кровавых расправ и разрушений. Но теперь удача отвернулась от него. Самарин, самутири Раджа из Каликута, поймал его в ловушку. Радже удалось заманить адмирала в гавань великого торгового города под предлогом заключения мирного договора, но на этот раз никаких переговоров не будет. Рано утром следующего дня Васко обнаружил, что он окружен и атакован превосходящим по численности флотом противника. Находящееся неподалеку судно было подожжено, и теперь охваченная пламенем баржа была выпущена в его сторону. Еще хуже было то, что накануне вечером адмирал приказал своим людям закрепить корабль на месте с помощью тяжелой металлической цепи, которая теперь, разумеется, мешала ему бежать. Гамма приказал большинству своих людей укрыться под палубой. Его первоочередной задачей было разорвать цепь и уплыть. Но люди Раджи продолжали вести массированный обстрел из стрел и пушек, убивая и ранее многих португальских моряков, пытавшихся перерезать якорную цепь. Тем временем, объятая пожаром баржа приближалась все ближе, угрожая привести Флор де Ламар к гибели от огня. И действительно, когда она подобралась вплотную, картина выглядела безнадежной. Палуба была усеяна мертвыми и умирающими. Сам Васко тоже был несколько раз ранен. Казалось, что конец адмирала стремительно приближается. Чудесным образом течение воды в гавани внезапно изменилось. Огненная баржа начала дрейфовать в сторону, лишь немного разменувшись с португальским судном. Вместо этого она двинулась навстречу кораблям Раджи, которым пришлось маневрировать, чтобы пропустить ее. Многие из них были вынуждены прервать атаку. Наконец, людям Гаммы удалось разорвать цепь и прийти в движение. Но как только они начали двигаться, ветер стих, и огромный корабль снова застрял. Отчаянные португальские артиллеристы дали бортовые залпы из корабельных орудий, но на такой короткой дистанции они в целом оказались неэффективны. В то же время раскаты выстрелов разносились на многие мили вокруг, и каждый, кто их слышал, мог непременно распознать этот звук. Волею судьбы выстрелы действительно были услышаны. Висенте Содре, дядя Дагамо и вице-адмирал, как раз в то утро прибыл из Каннура со всей своей флотилией. Звуки выстрелов португальских пушек мгновенно привели эскадру в полную боевую готовность. Паруса были полностью развернуты, и флотилия развила стремительную скорость. Когда же ветер утих, отчаянно заработали весла, и в рекордное время Содре оказался в пределах достигаемости для атаки. Его флот подошел к берегу и открыл огонь по людям Раджи. Португальские артиллеристы на тот момент были очень искусны, и их меткость была убийственной. Моряки Каликута были застигнуты врасплох, когда на них обрушились большие пушки. Их корабли были разбиты, и в конце концов им пришлось рассеяться и спасаться бегством. Затем Висенте Содре подошел к кораблю Дагамы, чтобы оказать помощь и обеспечить ему защиту. В этот момент адмирал был в ярости. Вместо того, чтобы немедленно отплыть, он приказал своим кораблям пройтись по гавани взад и вперед в знак демонстрации силы. В ту ночь Васка приказал своим людям собрать тела индийцев, погибших во время нападения, а потом распорядился сложить их трупы в большую кучу на барже. Ужасное судно вытащили на берег с запиской для Раджи. В ней говорилось, «Гнусный человек, ты призвал меня, и я пришел, и ответил на твой зов. Ты сделал все, что смог, и будь твоя воля, ты сделал бы больше. Наказание будет таким, какого ты заслуживаешь. Когда я вернусь сюда, я заставлю тебя заплатить за все, и вовсе не деньгами». Оставив Каликут, флот направился сначала в Кан-Нур для ремонта, где у Васка Дагамы появилась возможность взглянуть на ситуацию стратегически. Он понимал, что для успеха усилий португальцев в Индии необходимо удерживать господство не только на море, но и на суше. С этими словами адмирал приказал Армаде двинуться в Качин, где была назначена встреча с Тримумпара Раджой. Найджел Клифф в книге «Последний крестовый поход» так описывает ход событий. Цитата. «Продолжающаяся битва с Каликутом грозила сорвать всю миссию, но Васка Дагама снова нашел безопасное убежище в Качине. Флот перегруппировался, моряки обменялись историями, а адмирал еще дважды встретился с королем. По их окончательному соглашению в городе была основана постоянная португальская фактория. Более того, по удивительному стечению обстоятельств, адмирал получил юрисдикцию над всеми португальцами в Качине, а по договоренности и над всеми христианами в Индии. Это был не просто торговый договор. Это была первая индийская колония европейцев, и, по крайней мере, номинально, она делала всех христиан Индии подданными португальской короной». Конец цитаты. «Португальская колония в Качине таким образом должна была стать не просто торговым форпостом. В устье главной гавани необходимо было возвести крепость. Качин должен был стать не просто союзником, а полноценной военной базой». 10 февраля 1503 года Васко завершил переговоры. К этому времени его корабли были полностью загружены пряностями, и, поскольку муссоны сменяли друг друга, стало ясно, что пора возвращаться домой. Однако во время подготовки к обратному путешествию пришло известие, что Раджа Самутири из Каликута собрал огромный военный флот. Самарин не жалел средств. Он купил все пушки, которые только мог купить, нанял кучу опытных моряков и даже прибег к услугам арабских каперов из Красного моря. Флот Раджи был огромен. Он состоял из 20 больших кораблей, 40 больших Дау, известных как Самбуке, и еще 100 небольших вспомогательных судов. Услышав эти новости, Дагамма собрал военный совет, и вместе со своим вице-адмиралом Висенте Содре было решено перехватить инициативу и начать атаку первыми. Армада немедленно отплыла. Через два дня они заметили вражеский флот, приближающийся с севера к побережью, в нескольких милях от Каликута. Прежде чем корабли Раджи успели собраться, Дагамма приказал своей Армаде выстроиться в длинную прямую линию, таким образом задействовав все свои широкие борты, что, возможно, стало одним из первых в истории случаев применения этой морской линейной тактики против другого флота. Его людям повезло. Они нанесли несколько прямых попаданий, при этом они уничтожили всю передовую волну наступающих кораблей. Арабские каперы понесли основной урон. Многие из них были потоплены или выведены из строя еще до того, как смогли открыть ответный огонь. Несмотря на это, более быстроходные самбуки были посланы в надежде, что их скорость позволит избежать пушечного огня и сократить дистанцию, чтобы взять на абордаж более тихоходные португальские корабли. Найджел Клифф поясняет, цитата, Васка предпринял решительные действия, чтобы противостоять этой новой угрозе. Он приказал своим более медлительным кораблям со специями и каракам плыть на север, обеспечивая им огневую поддержку на большом расстоянии. В то же время Висенте Содре взял на себя командование более быстрыми каравеллами и использовал их для отвлечения самбуков. Перехватывающие маневры остановили самбуки на их пути. Теперь они были легкой добычей португальцев. К этому моменту флот Раджи понес слишком большие потери. Моральный дух пошатнулся, и разбитая флотилия отступила по всему фронту к городу. Но это место уже не могло быть надежным убежищем. Внезапный порыв ветра придал португальской армаде необходимую скорость, чем она сполна воспользовалась. Затем, почти в упор, корабль Самутири и его союзников были сокрушены. Некоторые из кораблей были уничтожены полностью, другие захвачены и взяты в плен, остальные подожжены. Удивительно, но Васко не приказал обстрелять город еще раз. Возможно, он знал, что его старый соперник уже достаточно хлебнул горе. Или, что еще важнее, до него дошло, что нападение на город не приведет к примирению с Самутири. Так или иначе, в тот день Дагамма точно знал, что одержал для Португалии ошеломляющую победу. Но он отлично понимал, что Раджа Каликута не собирается так легко сдаваться. Обеим сторонам стало ясно, что это будет тотальная война. После того, как флот Самарина и его репутация были уничтожены, четвертая португальская армада двинулась на север к Каннуру. Они были тяжело нагружены пряностями, и у них оставалось мало времени до наступления муссонных ветров. В Каннуре адмирал снова встретился с Раджой Калатири, который теперь был более чем готов принять Португалию в качестве союзника. В конце концов, слухи о потрясающей победе Дагаммы распространились по всему Малабарскому побережью, привлекая многие города-государства на сторону Португалии. Как и в Качине, в Каннуре также было основано постоянное португальское поселение. Но для Дагаммы этого было недостаточно. Роджер Кроули в книге «Завоеватели» поясняет, цитата, «Португальцы начали вводить систему пошлин для судоходства вдоль берегов Малабарского побережья. Они выдавали пропуска на безопасное плавание, так называемые «картазы», которые гарантировали защиту судов дружественных держав. По сути, это был налог на торговлю. Со временем торговым судам пришлось бы торговать в портах, контролируемых португальцами, и дополнительно платить значительные импортные и экспортные пошлины. Это ознаменовало радикальные перемены в Индийском океане. С приходом европейцев море перестало быть зоной свободной торговли. Система «картазов» ввела чужеродную концепцию территориальных вод, политизированного пространства, контролируемого вооруженной силой, и стремление португальцев доминировать на море. Конец цитаты. Именно 22 февраля 1503 года адмирал Индии взял курс на родину и отплыл. Его второе великое путешествие на восток подходило к концу. Однако уезжая, Васкадагамо был весьма обеспокоен. Тот факт, что Самутири из Каликута смог собрать внушительный флот, означал лишь одно — на море будет еще много споров. Кроме того, адмирал понимал, что для успеха Португалии необходимо доминировать и на суше. Таким образом, система крепостей будет иметь решающее значение. Еще раз проанализировав стратегическую ситуацию, адмирал сформулировал, что нужно сделать, пока не прибудут дополнительные португальские силы. Васка приказал своим дядям, Висенте Содре и Брашу Содре, остаться со своими кораблями. Это должно было стать первым постоянным португальским военно-морским присутствием в Индийском океане. Перед Висенте и Брашем было поставлено множество задач. Во-первых, они должны были блокировать Каликут, чтобы нанести ему экономический ущерб и заставить город подчиняться, что им, кстати, очень хорошо удалось. Во-вторых, они также должны были отправиться в город Аден, в устье Красного моря, с целью блокировать арабское судоходство, что было стратегически чрезвычайно важным шагом и, помяните мое слово, имело бы серьезные последствия. Наконец, и это, пожалуй, самое главное, они должны были защищать крепость, которая строилась в Качине. Васка де Гамма и король Мануэл отлично понимали, что это было ключом ко всем будущим начинаниям. Жизненная сила Португалии будет зависеть от подобных крепостей. И адмирал, кстати, это особенно подчеркнул двум братьям перед отъездом. К их чести, Висенте и Браш поначалу делали то, что им говорили. Но затем арабские суда, выходящие из Красного моря, стали слишком заманчивой целью. Их жадность победила стратегическую проницательность и, если уж на то пошло, то и то, что было им приказано сделать. Несмотря на отчаянные мольбы Раджи остаться, и обеспечить ему защиту, оба содре решили покинуть Кочин. Оставив за собой лишь горстку португальцев, эти двое отплыли, чтобы разбогатеть. Висенте и Браш добрались до Адена. Там они совершали набеги, грабили и убивали все, что попадалось им под руку. Арабские корабли оказались легкой добычей для этих опытных капитанов. Но тут вмешалась мать природа. Недалеко от Красного моря они попали в шторм и потерпели кораблекрушение. Говорили, что Висенте утонул сразу, а Браш, которого презирали его люди, был убит во время последовавшего за этим мятежа. Теперь португальская инициатива в Индийском океане была серьезно подорвана, не говоря уже о том, что Кочин оказался практически беззащитным. Вести об уходе Васка Дагамы и, что еще важнее, его армады вместе с новостью о гибели братьев Содре дошла до Раджи Самутири из Каликута. Это была музыка для его ушей. Роджер Кроули рассказывает нам эту историю. Цитата. После ухода Содре Раджа Самутири начал действовать незамедлительно. Он создал большую армию и двинулся с ней на Кочин. По пути он отправил письмо его королю, в котором указал на дурные последствия предоставления прибежища христианам, от которых он получил столько вреда. Он потребовал, чтобы король Кочина выдал их. В противном случае, Раджа Самутири был полон решимости войти в Кочин, разрушить его и захватить христиан со всем их имуществом. Это громогласное послание было встречено прямым отказом. Король Кочина решил встать на сторону христиан. Ему предстояло жить или умереть в соответствии со своим решением. Конец цитаты. По некоторым оценкам, у Раджа Самутири в походе участвовало до 50 тысяч человек. Он создал эту огромную армию, объединив свои силы с силами других своих вассалов. В каком-то смысле он был полностью готов. У португальцев же было всего лишь несколько сотен человек, а также, возможно, 8 тысяч воинов-нояров из Кочина, которые, кстати, были далеко не в восторге от того, что им предстоит сражаться за европейцев. Если бы Самутири удалось захватить город, уничтожить португальскую крепость и аванпост, а также взять в плен и, скорее всего, казнить находившихся там европейцев, это стало бы катастрофой для всего португальского дела. Несомненно, это был переломный момент. Таким образом, с такой огромной армией, наступающей на город, было ясно, что португальское присутствие теперь висит на волоске. И все же, в этот темный час у Португалии нашелся командир, который откликнулся на призыв защитить город. Однако при имеющемся раскладе генералу понадобится чудо, чтобы он, его люди и положение его страны уцелели. И все же, готов он был к этому или нет, битва за Качин началась. Редактор субтитров А.Семкин